Программа «В свете закона» 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 Работодатель вправе поощрять своих работников, добросовестно исполняющих свои трудовые обязанности. Это объявляет благодарность, выплата премии, награждение ценным подарком, почетные грамоты. Заработная плата работник устанавливается трудовым договором в зависимости от системы оплаты труда, действующей у работодателя. В систему оплаты труда входит размер тарифной ставки, должностного оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Заработная плата состоит из трех частей. Это вознаграждение за труд, компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера. И выплаты стимулирующего характера производятся не на усмотрение работодателя, а носят обязательный характер в зависимости от локальных актов, которые действуют у того или иного работодателя. Вот такой вопрос. Может ли работодатель в одностороннем порядке лишать сотрудников премии, которые заявлены в трудовом договоре, или снижать зарплату? Как я уже сказал, что это выплачивается не на усмотрение работодателя выплаты стимулирующего характера, а зависит от системы оплаты труда, от локальных актов, которые действуют у того или иного работодателя. То есть, например, у нас в этом году было обращение жительницы нашего района по поводу неполучения премии за 2020 год. По данному обращению была проведена проверка, в которой было установлено, что в организации утверждено положение об оплате труда, одним из пунктов которого предусмотрена стимулирующая выплата при условии уровня рентабельности по итогам года более 25% и достижения определенных доходов за 2020 год. При проведении проверки было установлено, что в 2020 году уровень рентабельности данной организации был выше 25%, получена определенная прибыль, заявительница какой-либо ответственности материальной, дисциплинарной не привлекалась. Однако в нарушении требований трудового законодательства, а также положения об оплате труда, который действует у конкретного работодателя, данная выплата ей не была произведена. В связи с чем прокуратурой района были приняты соответствующие мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых все причитающиеся работнику выплаты были произведены в полном объеме. То есть ситуация вмешательства подействовала? Конечно, да. Расскажите, пожалуйста, вообще, вот в последние годы, допустим, этот год, по каким вопросам, что касается трудового регулирования, граждане обращались чаще всего? Ну, прежде всего, это низкий уровень заработной платы. То есть это либо неполучение заработной платы, задержка выплаты заработной платы, либо это искусственное, ну, скажем так, занижение заработной платы. В связи с увеличением минимального размера оплаты труда работодатель пытается это как-то компенсировать, снижая стимулирующие выплаты. При этом объем работы у человека, у работника остается на прежнем уровне. Тоже по данному факту были обращения, мы их рассмотрели. И с целью защиты трудовых прав мы были вынуждены обратиться в суд с целью установления их прав, в результате чего трудовые права были защищены. Какая ответственность предусмотрена для работодателя, да, вот в случае, если он нарушает законодательство, да, в сфере трудовых отношений? Это штрафы или это даже уголовная ответственность предусмотрена? Ну, прежде всего, за нарушение трудового законодательства и именно за невыплату заработной платы, неполную выплату заработной платы, либо причитающихся работнику необходимых каких-либо доплат, предусмотрена, прежде всего, административная ответственность. По части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях санкции данной статьи предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 1 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч. В том числе, в случае невыплаты заработной платы свыше двух месяцев, уже предусмотрена уголовная ответственность. Вот в вашей практике, может быть, за последние годы или за последние годы, бывали случаи, когда нарушение налицо, предписывается организации, устранить, но организация не устраняет и как бы продолжает действовать в таком же ключе. Или она исправляет, но в следующий раз обращаются работники снова по той же самой проблеме? Нет, как правило, после выявления нарушений в случае поступления соответствующего обращения или в рамках осуществления надзорных мероприятий в сфере соблюдения трудового законодательства и принятия соответствующих мер прокурорского реагирования, нарушения данные устраняются, и в дальнейшем пока не допускались, потому что в случае повторного нарушения здесь даже возможна и дисквалификация руководителя той или иной организации. Можно ли сказать, что за последние годы количество обращений по нарушениям в сфере трудового законодательства стабильно или наоборот растет? Вот ситуация сейчас такая, да, пандемия, многие организации несут убытки, в частности бизнес, да, ну по определенным причинам. Кто-то подстроился, кто-то не смог, да, и чаще всего свои убытки люди пытаются компенсировать за счет своих работников, а не так, да. Вот в этой связи что можно сказать? Ну, нарушения и обращения в связи с нарушением трудового законодательства поступают в прокуратуру, ну, всегда поступали, то есть такие нарушения, они всегда выявляются. Данная сфера всегда является наиболее проблематичной, то есть эти нарушения, эти обращения всегда были, есть, и они, я так понимаю, наверное, будут всегда. Ну, в связи с тем, что в настоящее время, вот в связи с распространением коронавирусной инфекции, их, я бы не сказал, чтобы их увеличилось. То есть пока это все более-менее стабильно. В рамках, да? В рамках, в рамках. Можете ли назвать какие-то случаи вот таких масштабных крупных нарушений, когда, ну, там, 20-30 человек, сотрудников подали в прокуратуру заявление на своего работодателя, поскольку там за несколько месяцев им зарплату не выплатил? Такие обращения были, но за последние, там, 2-3 года таких обращений не было. Но вообще они, да, имели место, в связи с чем руководитель организации был привлечен к уголовной ответственности по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. О чем еще вот в этой сфере, да, какие моменты, скажем так, нарушений в трудовом законодательстве еще встречаются? Может быть, какие-то редкие моменты, о чем можно еще сказать вот в этом отношении? Ну, также, кроме нарушения законодательства об оплате труда, у нас также предусмотрена и административная ответственность за нарушения законодательства в сфере охраны труда. И в сфере охраны труда встречается очень много таких нарушений. Ну, это, например, не выдача специальной одежды, специальные там обе средств, моющих, дезинфицирующих средств. Это не проведение специальной оценки условий труда, не прохождение обучения по охране труда. То есть, помимо, как я уже сказал, нарушений в оплате труда, есть у нас еще и выявляются такие нарушения, как в сфере охраны труда, за которые также предусмотрена административная ответственность по статье 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вот что касается нарушений в сфере охраны труда. В каких именно организациях какого типа чаще всего это встречается? Что можно сказать? Это как это, что-то касается промышленности, это бизнес или это что-то еще? Ну, это в основном сельскохозяйственные организации. Это бизнес, как вы сказали. В государственных органах, в органах местного самоправления в данной сфере ситуация как-то более-менее стабильна. Как реагировать? Вы сказали, что сельскохозяйственные предприятия, они нарушают, бывают случаи. Как реагируют на воздействие прокуратуры, на представления? Ну, они поясняют тем, что в связи с тем, что очень много работы, особенно в период уборки урожая, они не могут своевременно принять все соответствующие меры, чтобы все привести в соответствии с действующим законодательством. То есть они как-то пытаются пояснить, оправдать свои те или иные нарушения. Но, тем не менее, нарушения выявляются, принимают соответствующие меры прокурорского реагирования. Вот что касается бытового, не бытового, а травматизма на производстве, тема такая достаточно острая. Знаю, что подавляющее большинство организаций очень не любят об этом говорить слух. Но эта тема существует. И нередко организации пытаются скрыть или как-то завуалировать этот момент, когда человек получает на производстве травму. Что в этой ситуации, какую ответственность несет организация? Ну, прежде всего, чтобы выявить травматизм на производстве, органы прокуратуры проводят сверки с медицинским учреждением, каким образом, где, при каких условиях тот или иной гражданин получил травму. Ну, за последние годы данные факты вот именно в нашем районе все-таки выявлены не были, в связи с чем неадминистративная ответственность с нашей стороны, меры административного воздействия не принимались. Момент такой, организация, как эта бизнес-структура распадается, или какое-нибудь, ну, допустим, сельскохозяйственное предприятие, или промышленное предприятие, да, в состоянии банкротства. Нередко в такой ситуации работодатель пытается сэкономить на своих сотрудниках. Но они же практически уже не его. Ну, почему бы и нет, да? Вот. И люди часто пытаются это сделать. Вот в вашей практике такие моменты были. И как в такой ситуации быть тем людям, которые, скажем так, остались, оказались между небовыми землей, в подвешенном состоянии, и совершенно незащищены, получается? Да, у нас была организация, которая признана была в итоге банкротом. И в реестр требований кредиторов была включена задолженность по заработной плате. С нашей стороны проводятся все необходимые мероприятия для выявления данной задолженности. И в случае необходимости, в случае непринятия в полном объеме мер конкурсным управляющим, принимают соответствующие меры путем направления представления в саморегулируемую организацию, в которой работают контрактные управляющие, конкурсные управляющие. Эти меры вообще действия имеют свое? Ну да. То есть по результатам рассмотрения принимаются определенные меры, и в итоге заработная плата принимает смерть ее выплаты, заработной плате. То есть можно сказать, что воздействия прокуратуры в сфере, касающейся нарушения прав работников, они зачастую действенны и реагируют на них работодателем нормально. Да. Ну я надеюсь, что в будущем у вас к вам обращений таких будет поступать все меньше и меньше, и у работодателей, и у работников будет возникать друг к другу меньше вопросов. Ну а на этой ноте мы завершаем нашу программу. Я благодарю нашего гостя. Спасибо огромное за интересные ответы, за такую развернутую беседу по таким важным вопросам, которые касаются жизни и труда очень многих людей. И я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Всего доброго, до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok